Всем привет! Меня зовут Маша и я обожаю мейкоп. В сегодняшнем видео мы будем говорить с вами о моей коллекции с яшами для лица. Это тег. Все о моих холлайтерах. Данный тег запустила на русском языке на ютубе Nalina MUA. Ссылку я оставлю на ее видео в описании к этому видео. Она решила взять основной тег о палетках теней и переложить его на хайлайтеры. Собственно говоря, именно по этому опроснику мы и пройдемся с вами. И я решила взять фудровые продукты, кремовые и палетки, которые состоят исключительно из хайлайтеров. То есть я не включала палетки с разными типами продуктов, как, например, румяна, бронзер, хайлайтер, все вместе. Нет, только хайлайтеры. И также я не включала жидкие хайлайтеры. Давайте приступим. Первые два вопроса. Покажи свой самый новый хайлайтер и покажи свой самый старый хайлайтер. И здесь у меня два новых хайлайтера. Один из них от бренда Girl Elastic, а другой от Laura Geller. Оба этих хайлайтера я получила в моих бьюти-боксах за май месяц. И давайте покажу вам, как они выглядят. Хайлайтер от Girl Elastic. Называется он Skin Glow. Оттенок Sunset. Это такое дуо из двух хайлайтеров. И на свотчах, конечно же, оттенки выглядят немного темноватыми. Но на самом деле, нанесенные на лицо и уже растушеванные, они смотрятся намного более естественно. Он довольно хорошо усаживается на коже и не двигает тональную основу. Мне понравилось наносить данный продукт либо с помощью пальцев, либо с помощью спонжа. И этот хайлайтер создает такое действительно натуральное свечение. Мне он понравился. Второй хайлайтер от Laura Geller. Называется он Peach Glow. Это хайлайтер из серии Begg Gelatis War Elminator. Мне на самом деле очень понравился этот хайлайтер. Он довольно нежный. И вообще я стала замечать, что мне в последнее время больше нравятся именно персиковые оттенки. Они очень хорошо освежают. Следующий вопрос. Покажи свой самый старый хайлайтер. Если вы смотрели мои предыдущие видео, я показывала палетку от Dior, где есть и тени, и румяна, и хайлайтер, и бальзамы для губ. И вы видели тот хайлайтер, который дотер до дыр. Но так как мы с вами условились говорить о палетках, которые содержат только хайлайтеры, мой самый старый хайлайтер за три года, что я живу в Америке, который не закончился и которым я по-прежнему пользуюсь, это палетка от Anastasia Beverly Hills. Называется она Moonchild. Но, конечно же, так как это не самые ходовые оттенки, пользуюсь я ей не каждый день, но я действительно ей пользуюсь. Следующий вопрос. Покажи свой самый дорогой хайлайтер. У меня на самом деле не очень много безумно дорогих хайлайтеров. Я могу показать и категорию палетку от Hourglass. Она называется Metallic Strobe Lightning Palette. Это довольно симпатичная палетка. У меня есть как персиковые, так и классическая шампанская и розовые оттенки. Мне нравится также смешивать их воедино. Не могу сказать, что я в каком-то бешеном восторге от этой палетки. Но, как и любые другие пудры от Hourglass, эти пудры делают вашу кожу красивой, холеной, ухоженной. Эти хайлайтеры не подчеркивают поры, прыщики. Поэтому мне она понравилась. Также у меня, конечно же, есть Метеориты от Guerlain. Также у меня есть два хайлайтера от Kevin O'Coin. Они идут в таких красивых пыльниках. Называется вся эта красота Neo хайлайтер. И один у меня в оттенке Sahara, а второй в оттенке Ibiza. Эти палетки представлены как градиент цвета. Эти хайлайтеры на самом деле имеют такой более сатиновый финиш. Они не полупрозрачные. Тем не менее, на коже они ложатся очень красиво. В Sahara я обычно использую первый оттенок в качестве хайлайтера. Серединку в качестве румяна. И самый крайний уголок я обычно использую в качестве бронзера. Получается довольно красивый, такой холодный бронзер. Этой палеткой я пользуюсь реже. Потому что, несмотря на то, что мне нравятся пудры, конечно же, вот такой оттенок хайлайтера, это крайняя сторона спектра. Ты вряд ли будешь носить каждый день. Хотя по каким-то особым случаям или в специальных макияжах, почему бы и нет. Не знаю, будет ли вам видно, но оттенок действительно очень интенсивный. И он не на прозрачной базе, как Анастасию, например. Поэтому использовать его именно в качестве хайлайтера довольно сложно. При этом я не могу сказать, что эта покупка меня разочаровала. Следующая категория покажи свой самый дешёвый хайлайтер. И у меня это, конечно же, хайлайтеры от Wet n'Bild. У меня эти хайлайтеры в оттенках Golden Flower, Crown и Precious Petals. На самом деле мне нравится формула этих хайлайтеров. И я пользовалась ими очень много, когда они только появились в моей коллекции. В данный момент, наверное, от того, что у меня появилось очень много, я хотелось бы попробовать всё. Я не могу сказать, что я уделяю им очень много внимания. Следующая категория покажи хайлайтер на каждый день. В этой категории я покажу несколько хайлайтеров. Первый из них Color Pop Lunch Money. Этим хайлайтером я пользуюсь очень часто, люблю, не могу. Наношу его обычно как пальцами, так и спонжем, так и кистью. В зависимости от того, какую интенсивность я хотела бы получить. Этот хайлайтер идеально распределяется на коже. Не создаёт никакого ощущения инородности. Следующий хайлайтер, этот бронзер от Wet n'Bild в оттенке Reserve New York Abana. Я думаю, что многие про него слышали. Не уверена, будет ли это видно на камере. Но этот хайлайтер даёт естественное приглушённое сияние. Мне кажется, что если вам нужен хайлайтер в офис, это просто идеальный вариант. Следующий хайлайтер я бы назвала более дорогой версией хайлайтера от Wet n'Bild. Точнее говоря, бронзера. Это хайлайтер от Bare Minerals. Называется он Invisible Glow. У меня на оттенке Fair to Light. Это очень красивый хайлайтер. Не уверена, насколько будет видно этот хайлайтер на камере. Потому что он действительно очень деликатный. Я его также использую в качестве пудры на всё лицо. Когда мне хочется более такой влажный, сияющий финиш. Чтобы она такого мелкого помола. Она просто идеальная эта пудра. И этот хайлайтер абсолютно точно хайлайтер, который я могу рекомендовать в качестве хайлайтера на каждый день. Если вы хотели бы просто придать своему лицу вид сияющей, здоровой, отдохнувшей кожи. Также я думаю, что неплохой хайлайтер на каждый день. Это Becca Moonstone. У меня она в такой миниатюрке. Это на самом деле у меня Project Prime. Я пытаюсь закончить этот хайлайтер. Не могу сказать, что я без ума от формулы Becky. И скорее всего, когда то, что у меня есть от Becky закончится, я не куплю новой. Не потому что они плохие. Просто, наверное, мне нравится что-то больше. Именно к ним рука у меня не тянется. Поэтому этот хайлайтер я решила просто положить на свой стол, чтобы пользоваться им максимально часто. Закончить его и, собственно говоря, выкинуть коробочку, чтобы это не занимало место. Еще один хайлайтер, который можно использовать в качестве ежедневного хайлайтера. Это хайлайтер от Seattle London. Называется он Dewy Stick. Я предпочитаю наносить данный хайлайтер на какой-нибудь BB-крем. Например, BB-крем от Миша Корейский. И тогда, нанесенный на тональную основу с таким уже влажным финишем, данный продукт начинает сиять еще больше. Это невероятно красиво. Это именно здоровая, сияющая кожа. Также у меня есть еще один хайлайтер, которым я пользуюсь довольно часто. Это хайлайтер от Urban Decay After Glow. У меня он в оттенке Aura. Это очень красивый нежно-розовый цвет. При этом его можно растушевать до такого состояния, что отблеск розового будет. Но именно как хрюшка-поросешка вы выглядите. Не будет очень красиво хайлайтер. Здесь я сделала такой более жирненький свотч этого хайлайтера. И рядом растушевала. Я думаю, что видно, что розовый отблеск есть. Но свечение именно нежное и деликатное. Я думаю, что этот хайлайтер очень понравится любителям именно холодных оттенков или розовых, конечно же. Следующий вопрос. Покажи свой самый яркий цветной хайлайтер. У меня здесь, конечно же, будет Анастасия Беверли-Хиллз. Также показала вам палетку Neo Highlighter от Кевина Коэн. И еще у меня есть хайлайтер от Trestig. Это оттенок Ultra Violet. Я сделаю свотч рядом с Urban Decay Aura, чтобы вы увидели разницу. Он, конечно же, намного более яркий. И имеет более неловый подтон, нежели Urban Decay, который более розовый. Этот хайлайтер, конечно же, дает такое очень яркое свечение. Если вы хотите, чтобы вас было видно из другой галактики, это он. Итак, покажи свой самый большой хайлайтер. Если говорить о размере упаковки, то это будет Анастасия Мунчалл. Следующая категория. Покажи свой самый большой хайлайтер. И здесь у меня палетка от Huda Beauty 3D Хайлайтер Палет. У меня на оттенке Golden Sands. Здесь у нас кремовый хайлайтер, классическое шампанское, розовый и более такой бронзовый хайлайтер. Розовый оттенок Zanzibar. Очень сильно похож на оттенок хайлайтера Orgasm от Nars. А оттенок Tinty, коричневый, я чаще всего использую в качестве топера для бронзера, если хочу такой более сияющий лук. В этой палетке 30 грамм продукта. Следующая категория. Покажи свой самый маленький хайлайтер. И у меня это Becca Champagne Pop. Я думаю, что абсолютно все знают, как выглядит этот оттенок. В данной упаковке 1,13 грамма продукта. Следующая категория. Покажи свой самый памятник хайлайтер. Здесь мне было довольно сложно, потому что именно с хайлайтерами у меня, наверное, не было каких-то событий вместе. Как-то мы с ними не проходили ни огонь, ни воду, ни метные трубы. Но если нужно выбрать один, я, наверное, назову хайлайтер, который у меня привелся одним из первых после того, как я переехала в США. Это хайлайтер от Fenty. Он у меня в оттенке Trophy Life. Это, конечно же, сложно назвать именно хайлайтером. Что-то было в этом месте, когда Риана выпустила этот хайлайтер, и все побежали просто к Сифору его покупать. Я была одним из этих людей. До сих пор этот хайлайтер считается легендарным. Использовать его как хайлайтер, конечно, можно исключительно в каких-то творческих макияжах. Потому что сложно представить человека, у которого цвет кожи был бы близок к этому. Но в качестве теней или хайлайтера для внутреннего уголка глаза его очень даже можно использовать. И качество у него великолепное. Следующая категория хайлайтер, который оправдал ожидания. У меня это хайлайтер бренда Soul Body. Это серстринский бренд Colourpop. У меня это, кстати, оттенок Pink Champagne. Когда этот оттенок появился в продаже, и я смотрела отзывы, все говорили о том, что он не подходит для использования на лице. Подчеркиваю текстуру. Были такие, которые говорили, что в нем есть отдельные блестки. Я не вижу отдельных блесток вообще. У него более металлизированный финиш. Я не могу сказать, что мне этот хайлайтер как-то невероятно подчеркивает поры и акцентирует на них внимание. Но, конечно же, он их не сглаживает, не разглаживает. Мне нравится использовать его как в качестве хайлайтера, так и в качестве теней. Это просто очень, очень, очень красиво. Также еще один хайлайтер, который оправдал все мои ожидания. Это хайлайтер от Nabla. Называется этот продукт Skin Glazing. У меня на оттенке Amnesia. На самом деле Nabla выпустила новую коллекцию бронзеров и румян. Также, по-моему, там есть один хайлайтер, называется это все Miami Lights. Новая коллекция. И мне очень хотелось бы их попробовать. Я решила подождать, когда этот продукт появится уже у нас в США и не заказывать из Италии. Ждать не хочется, на самом деле. Я просто надеюсь, что у нас магазины скоро откроются и можно будет войти на них ножками и купить. Итак, хайлайтер этот очень, очень красивый. Это сводч Nabla Amnesia. Я покажу вам рядом сводч Champagne Pop. Они довольно близкие. Я думаю, что это видно. Но Amnesia имеет более персиковый оттенок. И мне нравится то, как она сидит на коже намного больше. Этот хайлайтер не подчеркивает текстуру. По крайней мере, я ни разу не замечала ничего такого. Здесь запеченная формула. Хайлайтеры с такой формулой я предпочитаю использовать с жесткой кистью. И вам рекомендую тоже. У меня это кисть от Morphe. Именно такой кистью подобные хайлайтеры набираются лучше. Тогда как мягкой кистью подобный хайлайтер просто не набирается. Также подобный хайлайтер можно использовать с помощью веерной кисти, если она у вас не слишком мягкая, как у меня. Вот эта, например, она довольно упругая. Еще один хайлайтер, который оправдал мои ожидания, это хайлайтер от E.L.A.M.A.S.K.A. в оттенке OMG. Он невероятно красивый. Единственное, что я бы сказала, что он немного пылит, но не катастрофически. Следующая категория – хайлайтер, который не оправдал ожиданий. И у меня здесь три хайлайтера. Начну с того, который меня раздражает меньше всего. Urban Decay Space Powder. Так он выглядит. Здесь еще... Нет, вот такая штучка с кистью. Кистью я ни разу не пользовалась. Это очень симпатичный хайлайтер, хотелось бы сказать. Он выглядит как очень симпатичный хайлайтер. По факту, это просто мириада мелких блесток. Тут как бы хочется сказать спасибо, что мелкий Urban Decay. Как это носить, я не знаю. Потому что это осыпается, и у тебя блестки получаются по всему лицу. Но если бы на этом хайлайтере было написано, что это хайлайтер для тела, у меня не было бы вопросов. Потому что именно в качестве хайлайтера для тела, мне этот продукт был бы понятен. А в качестве продукта для лица, только в том случае, если вы хотите выглядеть так же нарядно, как новогодняя елка. Причина моей нелюбви к следующему хайлайтеру аналогичная. Хайлайтер от Juvia's Place, у меня на бультики нефертити. Его на самом деле даже страшно открывать. Это рассыпчатый хайлайтер. Здесь два сводча кистью и пальцем. Он как раз состоит из мельчайших блесток. Он ради правды смотрится невероятно красиво на внутреннем уголке глаза. В течение дня у тебя появляются блестки, то там, то сям на лице в таком неорганизованном порядке, что абсолютно дико и странно. Следующий хайлайтер, который не оправдал моих ожидания, это хайлайтер от Milani. Luster Light Hypnotic Lights. У него очень странная текстура. Он вроде бы и не сыпется. Я не знаю, будет ли это видно на камере, но он набирается прям комком. Тон на хайлайтерах я провела несколько раз. Когда мы начинаем наносить это на кожу, это выглядит вот так. Есть плюс в этом, что это все можно втереть в кожу, придется поработать. Но как это будет выглядеть? Я, честно говоря, вижу этот хайлайтер больше на человеке, у которого кожа более темная, чем я. Потому что на мне контраста вообще никакого нет. То, на что я надеялась, в нем я не увидела. Следующий вопрос. Покажи свой любимый хайлайтер от любимого бренда. У меня есть два любимых косметических бренда, хайлайтеры от которых я люблю больше всего. Это Colourpop и Ofra. Я покажу вам хайлайтеры от Ofra и сделаю сводчи каждого из них. Я покажу вам сводчи хайлайтеров от Ofra, что у меня есть на данный момент. Это самый популярный хайлайтер у Ofra. Rodeo Drive. Следующий хайлайтер Star Island. Он намного светлее, чем Rodeo Drive. Star Island это тоже шампанское, но с более таким платиновым оттенком. Самый новый хайлайтер от Ofra в моей коллекции. Это хайлайтер Bally. Розовый, персиковый, оранжевый. Он не похож ни на один из предыдущих хайлайтеров, но тоже очень красивый. И последний хайлайтер от Ofra, что у меня есть в оттенке Pillow Talk. У меня это такой сингл. И это уже более холодный розовый оттенок. Итак, здесь по порядку. Первый Pillow Talk. Второй Bally. Третий Star Island. И четвертый оттенок это классический Rodeo Drive. Хайлайтеры от Ofra я люблю нежной любовью. Если у вас очень текстурная кожа, наверное, они вам понравятся меньше. И хайлайтеры от Ofra я предпочитаю использовать такими вот пушистыми кисточками, мягкими. Также мне очень нравятся хайлайтеры от Colourpop. Я уже показала вам Launch Money. Это хайлайтер, который идеально подходит в качестве хайлайтера на каждый день. Также покажу вот свочи других хайлайтеров, что есть у меня от Colourpop. Итак, самый первый оттенок это Pylonsity. И этот оттенок содержит такие микроблестки. Поэтому рекомендовать его в качестве хайлайтера для щек я бы на самом деле не стала, если только это не то, что вы ищете. Тем не менее, мне очень нравится использовать этот хайлайтер в качестве хайлайтера для внутреннего уголка глаз или в качестве теней. Он очень яркий и красивый. Следующие два хайлайтера это Guilty Pleasure и On a Casp. Причем Guilty Pleasure это такой дуал хром, я бы сказала. Что-то есть здесь и золотой, и розовый, и персиковый. Тогда как On a Casp очень спокойный персиковый оттенок. Следующий цвет это Counting Shit. В нем также есть небольшие блестки, но они практически незаметны. И это такой очень холодный оттенок. И последний оттенок это Lunch Money. Оттенок слоновой кости, я бы сказала. Очень нежный и деликатный хайлайтер. Очень люблю его. И последний вопрос. Наиболее часто используемый хайлайтер. И у меня здесь два хайлайтера. Это Lunch Money от Colourpop и Offer Star Island. А на сегодня у меня все. Надеюсь, это видео было полезным. Если у вас есть свой канал, предлагаю вам тоже сделать подобное видео. Если у вас остались вопросы, я всегда буду рада ответить на них в комментариях. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, поставьте пальчик вверх. Нажмите кнопку подписаться и на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. А я желаю вам хорошего дня. До новых встреч.